приветствую дорогие зрители на канале и хочу предложить вашему обозрению икону которую я уже закончила матерь божья с ребеночком очень нравится мне эта икона лицо матери божьей богоматери выражает такую любовь и заботу интересно лицо тоже ее ребенка вышла икона написанная на доске грубостью 1 сантиметр размеры доски 30 на 40 я пишу алленами масляными красками не темперой мне очень нравится как краска масляная проявляет себя на дереве ним позолочен прекрасная икона и так и продолжая разговоры на своем канале так хочу вас как говорится заинтересовать так хочу навязать реалации отношения с вами чтобы быть интересны вам чтобы быть полезны тем более что от этого я получаю удовольствие полгода тому назад перед весной я оставила свой канал потому что уезжала в ницею искала новое место для своего творчества и не было меня вот буквально летом опять я появилась но когда я взяла на ютюбе но когда я взялась делать свои видео то я почувствовала такую радость такое удовольствие что буду дальше продолжать продолжать развивать свой канал продолжать учиться совершенствоваться а самое на этом канале а самое главное постараюсь чтобы вас заинтересовать и чем-то быть полезным полезные моими опытом моими знаниями именно на тему жизни что главное в жизни что не главное в жизни как себе помогать чтобы жить хорошо комфортно и с удовольствием на этой земле и вот сегодня концепцию хочу выставить на ваше обсуждение что жизнь эта игра а мы актеры да да опять же я продолжаю целый но все время то же самое концепция что мы должны в этой жизни не быть сильно напряженные и не очень и как говорится себя настраивать на тяжелую жизнь на плохую жизнь неприятную жизнь а все время настраивать что она легкая что она просто как говорит да пасую ну как да пасой подойти к этой жизни впишись в эту жизнь и жизнь это театр а мы актеры станет таким сторонним наблюдателем все время анализую анализирую все время сознательно живи в ней и потом уже рано или поздно вначале это будет может быть трудно но потом уже приходит приходит опыт приходит приходит уже такие способности которые помогают тебе радоваться и эффективно жить и я конечно буду проводить показывать некоторые техники некоторые упражнения но все направленные на то чтобы зарелаксоваться чтобы подключиться к источнику творчестве чтобы стать более творческим таким энергетически развинутым но об этом к сожалению в простых школах не учат а это помогает помогает нашей непростой жизни не будем говорить что она тяжелая хотя для некоторых она тяжелая и вот один из таких но советом хотела бы сказать например вы имеете вам нужно решить принять первый вариант или вторую и вы не знаете как же поступить но попробуйте в тот момент например опять же в пасть транс зарелаксоваться в этот момент почувствовать что вы реализуете первый вариант и прислушаться прислушаться к своему организму как он себе чувствует холодно тепло как вы чувствует энергетика вашего организма сужается и расширяется как душа как душа чувствует себя в этот момент такая может быть тревожная или легко спокойно и второй вариант где вы будете например первом варианте вы почувствовали холод почувствовали такое как бы энергетика сужается а втором варианте наоборот вы чувствуете что организм испытывает тепло от этой мысли от второго варианта вы чувствуете что энергетика ваша расширяется и душа спокойно а может быть даже и радуется то значит принимайте второй вариант пробуйте его и вы посмотрите потом будете уже как говорится уметь уметь узнавать как реагирует ваш организм как реагирует ваша энергетика на такие проблемные вещи будете правильное решение выбирать и так приглашаю на свой канал давайте будем дискутировать пишите комментарии будем разговаривать и может быть чем-то я вам смогу помочь и со своим опытом а может быть что-то подскажете вы всего хорошего